В пятом В-классе одиннадцатой школы будет учиться Миша Севастьянов. В Рязани он приехал вместе с своей семьей из Луганской области в конце мая. Пока, конечно, немного стесняется, но говорит, что с одноклассниками хочет как можно быстрее подружиться. Ты походил по школе? Школа тебе понравилась? Да. А чем? Ну, большая школа, очень красивая, хорошие учителя. Со своей стороны мы оказываем ту помощь, которую мы можем. Мы ему выдадим бесплатные учебники, обеспечим бесплатным питанием, на первое время констоварами тоже обеспечим. Мы, конечно же, создадим хорошую атмосферу, чтобы мальчик быстро адаптировался, подружился с детьми и комфортно себя чувствовал в нашей школе. Мама Миши Ирина Петровна говорит, что всю семью пока разместили в общежитии строительного колледжа, куда поступил ее старший сын. По ее словам, и младшего приняли в школу без бюрократических проволочек. Нас сразу приняли, без всяких условностей, все документы, все, что у нас было на руках, мы предоставили. Никаких требований, что будет там, что-то такое. Я считаю, что все хорошо. Возвратиться домой в луганский поселок Рубежный, по словам Ирины Петровны, конечно, хочется. Однако до сих пор в ее родном городе стоят подразделения нацгвардии. Вернуться бы хотелось, конечно, потому что просто привыкли мы там уже. Дом есть дом. Ну, не знаю, навряд ли мы будем возвращаться. Вот должны уже завтра получать разрешение на временное проживание поставить нам. Сейчас семья Севастьяновых оформляет необходимые документы для получения разрешения на временное проживание в России. А далее, как говорит Ирина Петровна, после устройства всех детей в образовательные учреждения, она надеется и сама пойти на работу в детский сад, как и в родном, теперь таком далеком рубежном.